Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Сегодня у нас 28 августа. И мы с вами быстренько пробежимся по винограднику, посмотрим, что сейчас происходит, что в какой стадии созревания. И сразу начинаем с того места, где примерно и стоим. Зилга, почти 6 метров шпалеры под него, да ну кое-что тут еще встречается. Колоссальная нагрузка. Да, конечно, при такой нагрузке и с учетом сезона немножко отстает 17-18 брикс сейчас в ягодах на теневой стороне. Русский ранний у нас возле дома, но это молодой куст. Старый убрали, была немножко переформировка шпалеры. На сегодняшний день 18 брикс, сахар. Гроздочки, конечно, маловаты, но, повторюсь, куст молодой. Вот такие красивые гроздочки у Елизаветы. Ну, пока еще даже не пробуем. Это у нас валек. Третий год кусту. В прошлом году была сигналка. Ну, в этом тоже вот такие вот красивые гроздочки. Вальку еще рано. Здесь зеленовато, хотя здесь уже такие желтоватые ягодки. Уже чувствуется в них мускатик. Ну, еще, конечно, повисеть. Вот это он гроздей русиангентарный. Уже вам его показывала. Он зреет просто на глазах. Вот здесь на солнышке. Такие вообще-таки уже ягодки совсем желтенькие. Уже он совсем вкусный. А вот это у нас гроздочки галахада. Ну, он пока еще не готов. Как-то ему, наверное, не очень тут нравится. В этом темноватом месте. То есть вот разные сорта, они реагируют по-разному. Русиангентарный, вот он рядышком. Ему как-то все равно, а галахад несколько запаздывает. Аркадия в этом году немножко слабовато. Ну, тоже все-таки набирает свои кондиции. Буквально на глазах наливает ягоду. Ну, вот как в этой грозде, так и размер ягод такой приличный. И тоже созревание. Вот сейчас жаркие дни стоят прямо на глазах. Видно, что с каждым ем они все желтее и желтее. Вот это у нас красотуля Супер Экстра. Это все ее гроздь. Я пылилась в этом году хорошо. И размер ягоды хороший. И созревает в свои сроки. Сигналочка Каталония уже полностью окрашена. Но пока еще не пробовали. Тем более, что тут все занимает зилга. Много питания отбирает. Подождем немножко. Аладин, ну, по размеру ягод, по гроздочкам примерно он у нас каждый год плюс-минус такой набирает интенсивную окраску. Тоже буквально вот на глазах. И здесь он такой желто-розовенький. А вот здесь даже, надо сказать, это более темная сторона. Уже солнышко на вторую часть дня переходит. Ну, вот такие вот даже красивые ярко-розовые ягоды. Здесь у нас запорожский. Тоже интенсивно красится. Уже много где. Практически полностью набрал цвет. Байконур еще льет ягоду. Он интенсивно красится. Кстати, смотрите, вот более зеленая гроздь на более солнечной стороне. Вот я зашла с теневой. Смотрите, какая здесь красота. Уже ягода полноразмерная. И окрас такой достаточно хорош. Гроздочки Атоса с окраской практически полностью. Уже, в принципе, кое-что можно было пробовать. Ну, конечно, ему надо лучше набрать свой вкус. Лора в этом году плоховато опылилась. Но здесь 100% наша вина была нереальная загущенность. Побегов было практически в два раза больше. Ну, здесь, если бы не поленелась, горох бы не убрала. Это была бы вообще шикарная красивая гроздь. И уже тоже цвет меняется из зеленого на такой молочно-желтый. Камера не передает. Камера передает более зелененький цвет. На самом деле он более желтый. Вот эта гроздь вообще такая хорошо желтая. Ну, уже процессы вызревания лозы идут достаточно интенсивно. Зигиреба запаздывает в этом году. Ну, уже такой тоже пошла окраска. Ягода уже полноразмерная. Вот я показывала, я прореживала грозди в итоге. Вот, кстати, на этих же гроздях и показывала. Вон они какие плотненькие. Ну, пока даже сахар не меряю. Я думаю, что рановато. А вот красавчик сеня. Вот с этой стороны уже такой сильный окрас. Вот с этой чуть меньше. Ну, вот здесь ягода уже вкусная. Уже можно есть. Ну, просто, конечно, хотелось бы, чтобы она полноценно созрела во всей гроздь. И чтобы можно было красиво взять гроздь и скушать. Ну, то же самое с вызреванием лозы. Процессы уже интенсивно идут. Это у нас велес. Несколько запаздывает. Ну, тоже такие желторозовые ягоды. Их, в принципе, уже можно съедать. Ну, немножко ждем. Память учителя в этом году очень радует красивыми гроздями. Ну, вкус пока не пробуем. Академик запаздывает. Где-то вот еще такие гроздь. А вон есть такие уже достаточно окрашенные. Мария Магдалена только начинает набирать окраску. При этом уже и лоза у нее начинают вызревать. Но не вместо никакой вообще. Вот, я много раз показывала. Вот там яма. Поэтому тут ни питания нормального, ни влаги нормальной. Ничего. Тем не менее, каждый год на самом деле она у нас нормально созревает. Будем надеяться, что в этом тоже созреет. Ромбик в этом году сильно запаздывал. Две маленькие гроздочки. Думала, что еще ему рановато. Нет, он уже вкусный, сладенький, мускатный. Вот эта красота. Это цимус все. Третий год кустов. В прошлом году он тоже плодоносил. К вопросу, можно ли грузить кусты. Некоторые можно по срокам немножко опаздывает. В прошлом году мы его раньше пробовали. Но вот у этой грозди сверху, опять же, вот камера цвет не передает. Все это более желтое. Сверху ягоды уже вкусные. Думаю, что через недельку можно будет уже полностью гроздь здесь срезать. Вот такая красота. Сигналочки Юпитера. Пока только красится. Галант на самом деле монстр. Попробуем. А сейчас померила сахар. Сахар 22. Косточка еще зеленовата. Конечно, ему висеть. Но если будет такая погода, то я не знаю, до сколько он сахар доберет. Если сейчас 22, то очень такой хороший показатель. Процессы воздревания лозы тоже постепенно идут. Свенсен Ред в этом году здесь опылился достаточно плохо. Напомню, что причина нашего упущения, сильная загущенность. Но потом в большом обзоре покажу его гроздочки в другом месте. Там будет на что посмотреть. Вот это вот вся красота. Это Лондон Оуар. Сахар 19 на теневой стороне. Вот с этой стороны у нас Макузани. Начал набирать окраску буквально с недели назад. Даже видно еще некоторые гроздочки. Они не полностью окрасились. Сейчас зайду еще с другой стороны, покажу. Вот так это все выглядит. С другой стороны. Сахар с теневой стороны 19. Ну и лоза уже тоже начали вызревать. Будет стоять такая погода, сахара наберется очень даже хорошо. Вот это у нас Нетуран. Такие красивые гроздочки. Но здесь сахара маловато. Сахар 16. Маскат Блау. В этом году как-то не очень упылился. И пока даже сахар не меряю, не полностью набрал окрас. Хотя он свое еще наверстает. Вот это красота. Это лепсная. Накрасилась буквально за неделю. Еще в прошлые выходные она такая была еле желтенькая. Сейчас вот уже такая красивая. Сахар 15-16. Ягода уже очень ароматная. Как покушать? Ну как бы вполне. Но для вина, конечно, еще надо повисеть. Лоза тоже уже некоторые. Такие нормально вызревшие. Едвига Галюнаса. Такие вот красивые грозди тоже уже пошли в окрас. Но ее еще пока даже и не пробую. Сахар мерить не будем. Вот рядом Ханка. Полностью окрасилась. Но тоже пока сахар не меряю. И Ханка, к сожалению, синенькая. В этом году с пылением тоже проблемы. Просто было некогда всем этим заниматься. Тепличка. Вот эта красота. Это Анюта. Правда, немножко тут неравномерно все с гроздями. Да, есть гроздья зеленые. Есть такие вот достаточно интенсивно окрашенные. Первый раз у нас Анюта так рано находятся в таком состоянии. И мелкие розовые ягоды. Очень вкусные уже. Там яркий такой мускат. Ну и, конечно, в этом году она созреет гораздо раньше, чем предыдущая. Но на самом деле здесь все просто. Раньше мы по центру теплицы выращивали огурцы и помидоры. Соответственно, конкуренция, там затемнение и так далее. В этом году ничего здесь не садили. Стало свободно. Вот и результат. А вот эта красота. Это одесский сувенир. Это его первое плодоношение. Он у нас на прививке. Ну и вот такая красота. Тоже ягода уже вкусная. Несмотря на то, что в гроздочках есть кое-где остались зеленые ягодки. Ну, пробовали сверху щипать синее. Очень вкусная. При том, что сорт все-таки поздноватый и еще не его сроки. Но я думаю, что пару недель и вообще можно будет снимать. Ну, это Антоний Великий. Это одна его сторона. Вот здесь вторая. В единичных ягодах сахар 17 для еды уже вполне. Но я его использую на вино по определенным причинам. Поэтому у меня он еще будет висеть. Ну, тоже в этом году радует. По срокам, если открытый грунт опережает, то тепличка, наоборот, стала так недельки, наверное, на полторы-две раньше, чем предыдущие годы. Ну, потому что вот центр, он свободен. Каберне-кортис. Первое сигнальное плодоношение. Ну, вот у него пока ягода только-только начала краситься. Яся, две сигналочки. Ну, вот одна, там крупные ягодки и мелкие. Вот вторая. Вот с этой гроздочки. Я попробовала ягодку пока чуть рановато. На что хочу обратить внимание. Нагрузка здесь у куста маленькая, на самом деле. Ну, так получилось. 4-5 побегов всего лишь. Не толстенные. Даже отсюда видно. Ну, с большой палец. И вот у этого это самый толстый побег. Возревание лозы уже на метр. Реформ. Молодые кустики. Это их первое нормальное плодоношение. В прошлом году маленькие сигналочки только были. Я пересадила его со своего участка на участок родителей. Теперь тут три куста. Ну, и сахар на более солнечной стороне 18, на более теневой 16. Ну, а с лозами, сами видите, вызревание уже идет вовсю. Черная вишня. Компактные гроздочки, но с достаточно крупной ягодой. Впрочем, смотрите, есть и такие гроздочки. Пошла вызревать лоза. Вот в прошлом году, как-то кустик жировал. И с вызреванием было не очень. Поэтому в этом году тут все растет, а бы как. Но в этом году ничем не помогали. Лоза пошла вызревать. И черная вишня, что характерно, она тут вообще просто на всем дает соцветие. Смотрите, вот соцветие на пасынках. Вот там везде. Ну, вот окрас полный. Ягодка пока кисловато. Ранняя надежда. Второе плодоношение кусту. Третий год. В прошлом году, уже в десятых числах августа, можно было пробовать в конце августа. Вообще она была очень сладенькая, вкусненькая. В этом году запаздывает. Особенности сезона. И не очень было опыление. Вот смотрите. Вот эта вот гроздочка. Сейчас камера настроится, лучше покажет. Тут очень мелкая ягода, такой совсем горох. Но посмотрите, какая плодность грозди. Вообще просто нереально. Если бы тут все опылилось, ну, я не знаю, какая это была бы гроздь. На самом деле сорт очень хороший, очень ранний. Ну, год, к сожалению, сложный. И, кстати, она буквально за неделю набрала окрас. И, в принципе, ягодка такая. Ну, если попробовать, она уже приятная. Ну, конечно, те, кто привык есть спелый виноград, те все-таки ждут полного созревания. А до полного созревания надо повисеть. И вот еще у нас такая маленькая сигналочка. Это Жизель. Несмотря на ультра ранний срок, ну, еще ей висит. Ну, опять же, что хотеть для молодого кустика. И обратите внимание, лоза. Все, пошла возревать. Более полный обзор сортов уже в их нормальной зрелости. Будет несколько позже, да, когда эта самая зрелость наступит. Надеемся на теплый сентябрь. Но я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под видео, нажав кнопку «Еще». Ссылка на каталог наших сортов винограды и мои контакты. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok